Всем привет! Это очередной ролик для украинцев и посвящен он программе QA-Ed. Этот ролик ответы на часто задаваемые вопросы по QA-Ed. Их много, но вот я решил сделать такой вот каталог, что ли, этих часто задаваемых вопросов. Сейчас я вам покажу. Вот я все-таки доделал то, что планировал, а именно вот такой соцсписок. Вот он на экране, вы его видите. Я его немного расширил и изменил по сравнению с тем, что я показывал раньше. Но главным образом я добавил несколько тем. Сейчас здесь 15 вопросов, и для удобства я решил на каждую тему сделать отдельный пост. Вот он в левой колонке, это номер поста. Попасть на посты можно, если вы пойдете на хоумпейдж моего канала, а потом пойдете на tab community. Вот они тут все есть, как видите. Напоминаю, что не обязательно кликать на эти ссылки. Можно кликнуть на Read More. Вот откроются все-все полезные ссылки. Ну и тут ролики есть, конечно. Вот если захотите посмотреть, то смотрите. Номер поста соответствует номеру колонки. Вот здесь вот вы видите все они в этой таблице. В колонке вопрос, собственно, сам вопрос. В колонке где это номер ролика, где можно посмотреть подробности. Ну и в колонке ответ, краткий ответ на вопрос. Сейчас мы пробежимся по всем этим вопросам. Ну, первый вопрос или тема. Как подаваться на QAET и надо ли это делать вообще? Если вы сомневаетесь, надо ли вам вообще подаваться, то есть мои соображения в ролике номер 78 и есть соображения эмиграционного консультанта Татьяны Шевченко в ролике номер 82. Ну вот посмотрите, а решение принимайте сами. Если решили, что в посте номер один, напоминаю номер поста, в левой колонке есть ссылка на пример заполнения аппликации на украинском языке. Эта заявка заполнена специалистом украинского канадского конгресса, ну то есть солидная организация, у меня нет причин в ней сомневаться. Второй вопрос. Биометрия. В посте вы найдете ссылку на сайт, где можно найти ВАК в ролике 87 подробностей. Короткий ответ. Украинская биометрия не катит, надо сдавать канадскую. Исключение для украинцев, она не нужна в возрасте до 17 лет и от 61 года. Но обычное правило для простых людей – это от 14 до 79 лет. Украинцам делают исключение. Возможно, что потребуют сдать в Канаде все-таки те, кто попал под исключение. Еще есть исключение. Срок подачи 30 дней после приглашения на биометрию для украинцев не действует. Раньше надо было писать письмо с объяснениями, сейчас даже этого не надо. Дальше. Номер 3. Фойллайс виза и обычная каунтерфойл виза. В чем отличие? Ну, кратко, у фойллайс визы единственное преимущество – это скорость. Получил по e-mail и полетел. Зато много недостатков. Вот рекомендуется, если есть время, получить визу в паспорт все-таки. Ссылка на отличие в посте номер 3. Подробности в ролике номер 84 и 87. Там же есть много другой информации по визам, в том числе личные ситуации, жизненные такие ситуации. Ну, дальше. Четвертый вопрос. Бесплатные перелеты в Канаду. Три чартерных рейса уже приземлились, и чартерных рейсов, скорее всего, больше не будет. Но если появятся, то я, конечно, сообщу. Сейчас действует только одна правительственная программа для украинцев – Miles for Migrants. Причем количество бесплатных билетов ограничено. Но также действуют кое-какие волонтерские и некоммерческие программы. Также есть скидки от авиакомпании LOD. Смотрите ссылки в четвертом посте и ролик 86. В ролике номер 3 есть практические советы о самом перелете, что брать с собой, а также детали самого перелета через океан. Номер 5. Что надо делать в аэропорту и что не забыть. Вас должны встречать в Красный Крест либо в IMCA, и у них должны быть переводчики. Возьмите в провинциальный буклет или брошюру. Не забудьте получить work permit, потому что, ну, иначе будут проблемы. Придется вам тратить время на его получение потом. Подробности в роликах номер 84 и 86. Также рассказаны правила по прилету в Канаду. И все связанное с требованиями по вакцинации и карантину. Для украинцев есть кое-какие исключения, но не на все. Шестой вопрос. Бесплатное жилье на первое время. Пока что правительство Канады предоставило обещанные 14 дней в гостинице только тем, кто прибыл на трех чартерных рейсах. Ждем списка гостиниц для остальных пассажиров, ну, тех, кто прилетает самостоятельно. Но что-то его никак нету. Я подозреваю, что его может вообще не быть. Но я, конечно, сообщу, если он появится. Пока что можете пользоваться только сайтами по ссылкам в шестом посту. Это люди, которые расселяют украинцев у себя на первое время бесплатно. Подробности в роликах 82 и 83. Номер 7. Поиски постоянного жилья на примере Торонто. Смотрите ролики 5 и 6. Я рассказал, какими критериями надо пользоваться при поиске жилья. Район, школа, близость к работе и куча чего еще. В ролике номер 6 есть еще и про Тауни много. А в 44 ролике есть про то, как выбрать школу. И вообще много чего о канадском среднем образовании. Посте номер 7. Все ссылки. Только, конечно, имейте в виду, что цены с тех пор уже, конечно же, поднялись. 8. Финансовая помощь. Коротко. Это 3 тысячи на взрослого и полторы тысячи на ребенка. Ребенок – это 17 лет и младше. Выплата одноразовая. Для ее получения нужен счет в банке. Подаваться можно в онлайне. Одна заявка на всю семью. Подробности в роликах номер 85 и 86. Некоторые провинции предоставляют дополнительную свою провинциальную помощь. Смотрите ролики в посте номер 8. 9. Открытие счета в банке, покупка мебели и другое. Для украинцев со слабым английским, скорее всего, подойдут украинские кредитные спилки. Их список в посте номер 9. Но есть и другие варианты. Подробности в ролике номер 9. В роликах 11, 12, 14 вы найдете подробности по покупке мебели, утвари, а также еды, электроники и много чего еще. 10. Для украинцев с первого дня предоставляется бесплатная медицина и средняя школа. Подробности о канадской медицине в роликах 30-32. О среднем образовании в Канаде номер 44. И то, что касается украинцев, смотрите в роликах 82 и 84. Ссылки в посте номер 10. 11. Студенты вузов. До вас есть список из 43 колледжей, которые будут давать украинцам стипендии. Ссылки в 11 посте и подробности в ролике 83. Кое-какие университеты тоже оказывают какую-то помощь, и я буду за этим наблюдать. Пока что знаю только об университете Торонто, UFT, и ссылка там же в 11 посте. Кое-какие провинции будут предоставлять украинцам внутренние канадские цены на обучение. О Бритиш-Колумбии я рассказал в ролике 83. Об отличии колледжей от университетов и о том, как учиться в вузах Канады, смотрите ролики 51 и 52. 12. Поиски работы, написание резюме и интервью. Крайне важная тема. Смотрите ролики с 15 по 18. И о рынке труда в Канаде номер 85. Он не уместился здесь в ячейку. Ну и специальные сайты и правительственные программы помощи украинцам с работой. Смотрите ролики 84 и 85. И, конечно же, все ссылки в посте номер 12. 13. Английский язык. Есть такая организация по помощи ньюкамерам YMCA. Они должны вам предоставить бесплатные курсы английского языка. Возможно, будет еще и линк, но я не уверен. Вот то, что я знаю про линк, я рассказал в ролике номер 10. Ну, вообще говоря, это все надо исследовать. Короче, это то, что я буду узнавать еще. Будут все апдейты в посте номер 13. 14. Сдача на права, СИН, покупка, страхование автомобиля. Это очень важная тема. Ну, кроме того, что в ролике номер 7 я рассказал, как происходит сдача на права и многое другое, что нужно сделать в первое время в Канаде. Я еще и рассказал про то, какие есть способы покупки автомобиля. Это ролик 19. Там есть кое-какие хитрости и лайфхаки. Также очень больная тема – это страховки автомобилей. У вас нет страховой истории, водительской истории в Канаде. И это будет очень больно бить по карману. В Антарио вы можете платить 400 долларов и больше в месяц за страховку машины. Как ее снизить? Смотрите ролик 22. Эти темы напрямую касаются адаптации в Канаде. То есть это очень важно. Ну и 15. Украинские общины в Канаде. Какие они есть и как их найти? Смотрите ролик 86. И ссылки в посте 15. Я буду пополнять этот список по мере обнаружения каких-то локальных украинских общин. Ну а сейчас на примере давайте посмотрим. На примере фойл с визе и как этим пользоваться. Открываете Read More. Здесь какие-то есть полезные ссылки. Ну и есть подробности в так называемых жизненных ситуациях. Ну открываем, допустим, ролик номер 87. И вот он пошел, этот ролик. Если не хотите, не смотрите его полностью. Можно здесь пройти по тайм-кодам. Вот вопросы по визам и паспортам. Кликайте на эту ссылку. И сразу же переходим к вопросам по визам. Ну вы поняли, да? Ну я, конечно, буду поддерживать все посты в актуальном состоянии. Ролик поменять вот этот не удастся, а вот посты буду обдейтить. Сделаю отдельный пост с этим оглавлением сразу после этого ролика. Ребята, прошу, если вы знаете какую-то еще полезную информацию, поделитесь, пожалуйста. Я ее рассмотрю и помещу. Ну и если вы обнаружите какие-то неточности, то сообщите, пожалуйста, в комментах. Также следите за новостями. Я в них буду выкладывать все новое, что касается украинцев и программы QIT. Уже есть кое-какие новости. Наверное, через несколько дней выложу. Ну все, на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, постите ссылки на мои ролики в ваших социальных сетях. Всем спасибо, пока. Продолжение следует...